здравствуйте продолжаю тему медитации исцеления и сегодня хочу поговорить о расслаблении уже не просто на физическом уровне как это было в прошлой в прошлом выпуске а поговорить о расслаблении более скажем энергетическом и энергия у нас тесно связанные с эмоциональным состоянием вообще говоря сам факт вдоха и выдоха если так подумать например когда мы что-то воспринимаем вообще все в чем не касался ощущение мысли каких-то эмоций то когда мы вдыхаем мы вносим эту энергию внутрь а когда мы например уже скажем так вот реагируем на это то это накладывает скажем свой отпечаток на наш выдох например если нам что-то не нравится мы непроизвольно можем задержать дыхание точно даже как например если что-то едкий дым какой-то какой-нибудь неприятный запах то мы автоматически задерживаем дыхание но точно так же когда возникает неприятные эмоции или какие-то вот токсичные мысли что-то мне нравится мы тоже задерживаем дыхание останавливаем его и стараемся не выбирать эту энергию внутрь и то же самое можно сказать о выдохе когда мы например не готовы что-то сказать и выразить себя да у нас как будто перемыкает здесь вот горло и мы не можем произнести слова но точно даже это из дыхание происходит мы не можем выдохнуть то есть когда говорят выдохнет означает выпусти из себя это впечатление выпусти из себя это напряжение но если человек не готов к этому да то есть какие-то эмоции у него подавлены заперты и человек может быть боится последствий высказывать или как-то реагировать и поэтому нарушается в том числе и выдох то есть вдох и выдох очень тесно связаны с нашим восприятием нашей оценкой происходящего и включая эмоции на то есть например если в целом человеку что-то нравится он хочет чем-то обладать он тоже непроизвольно вдыхает он хочет втянуть себя это как бы энергетически а когда же нам что-то не нравится то человек начинает громче говорить сильнее выдыхать то есть как бы отталкивать при помощи дыхания то есть мы увидим здесь вот связь с тем как привязанности или скажем отвращение притяжение отталкивания будет воздействовать на дыхание что касается самого дыхания теперь то она очень тесно конечно связано с энергией потому что с каждым вдохом мы скажем поглощаем кислород скажем выдохом выдыхаем углекислый газ правда здесь надо еще понимать что есть соотношение гармонично между тем и другим но здесь скорее речь о том что например когда человек больше дышит например животом то дыхание более эффективно между тем если например посмотреть в детстве дети больше дышит животом то взрослые очень часто дышит уже либо поверхностно либо вообще больше больше переходит на грудное дыхание а грудное дыхание где-то как минимум два раза менее эффективно чем дыхание животом то есть когда вы дышите животом вы можете добиваться того же результата прикладывает два раза меньше усилий или наоборот при тех же усилиях получать два раза больше энергии поэтому обучаться дышать животом и кроме того нужно научиться расслаблять само дыхание и когда мы расслабляем дыхание мы расслабляем целом и всю энергию например есть определенные методы когда мы не просто дышим животом а мы еще и расширяем вместе животом как бы все тело все ткани немножко раздвигаются расширяется и сжимаются при этом мы скажем расширяем не только физическое тело но и например энергетическое тело и даже духовное тело и вот вот эти вот движения наружу и внутрь они являются гармонизирующими координирующими то есть у нас же еще бывает разница между напряжением там в эмоциях мыслях и в теле и когда мы все это дело вместе все это координируется и тоже способствует собственно говоря расслаблению поэтому ну а этому опять же желательно все-таки обучаться конечно у кого-то это может естественно происходить но если вы все-таки попробуйте применить какие-то методы и вот здесь например опять же я много лет уже наблюдаю я вижу что то что предполагал произойдет автоматически говорится дышите так-то даешь такое задание но я вижу что результата нет и поэтому для этого применяется например специальные вот такие как бы инструкции которые сопровождают саму практику и человеку легче тогда ему не надо думать что делать дальше в какой момент это делать а просто можно встать и вот гармоничным таком ритме с потоком провести через это и когда человек это проходит то потихонечку его тело обучается это делать и так называемое естественное расслабленное дыхание становится совершенно скажем так автоматическим и будет происходить всегда или переключаться когда нужно если например у дыхание уже теперь расслабляется то конечно же это на многое влияет улучшается не только вот общее состояние потому что во-первых наверняка вы знаете что вдох это больше связано с симпатической нервной системы то есть с напряжением а выдох все-таки это парасимпатика то есть то что способствует отдыху восстановлению расслаблению например и поэтому когда мы дышим мы уделяем внимание обоим этим аспектом и в результате можно погрузиться в очень глубокий такой покой очень выраженное и ощутимое расслабление что в общем то необходимо и для оздоровления для исцеления потому что это вот та самая самая астан точка остановки нулевая точка правная отталкиваясь от которой можно очень быстро изменять свое собственное состояние улучшать его и поэтому такое важное это всегда важная часть любой там практики цигун или йоги для отдельно там какой-то медитации что всегда это сопровождается достижением расслабления и например если вы достигаете расслабления в дыхании то это свою очередь воздействует и на тело тело еще лучше и глубже расслабляется потому что теперь вот все клетки получает дыхание и они тоже должны расслабиться потому что мы напрягаемся не только на уровне ткани но и на уровне клеточным например и то же самое можно сказать и о нашем сознании нашему меня то есть если мы глубоко расслаблен энергетически то и он тоже он более расслабленный мы гораздо легче можем им управлять или даже можем останавливать поток мыслей и в любом случае если даже мысли есть они нас никак не воздействует не напрягает и так далее поэтому так важно научиться расслаблять дыхание то есть когда речь идет о расслаблении то человеку нужно вот трем этим вещам научиться расслаблять тело расслаблять энергию включая эмоции и расслаблять ум но об этом поговорим в следующем выпуске на этом все спасибо и до новых встреч а